всем привет вы на канале знаем как меня зовут галиас кара фрустам и сегодня я хочу вам рассказать про двухкомнатную квартиру общей площадью 66 квадратных метров наши заказчики инза и кирилл инза красавица победительница башкирского конкурса халукай кирилл защитник хоккейного клуба акбарс это континентальная хоккейная лига славится своей жесткой игрой нежестокой так пишут газетах и маленький сыночек рагнар проживают они в данный момент в казани потому что акбарс это казанский клуб и супруг тренируется там эту квартиру они купили в уфе для того чтобы когда приезжали на родину инзы то всегда чувствую себя комфортно уютно и мы им в этом помогли основной их запрос был такой чтобы абсолютно не принимать никакого участия во всех процессах касающихся ремонта цинзы мы просто обсудили материалы кирилл смотрел визуализации парень брутальный поэтому как вы видите ремонт выполнен в современном стиле но такие строгие темные тона кстати совсем забыл сказать инза с кириллом живут в этой квартире уже в течение года я просто позвонил инди чтобы взять ключи и снять это видео для вас сейчас я стою в кухне гостиной это зона отдыха здесь у нас расположен большой удобный диван смотрите подушки ткани очень классная также диван раскладной давайте продемонстрирую так как наши кирилл и инза молодые у них очень много друзей почему очень много потому что у нас есть еще детская которая гостевая а там у нас есть диван у нас даже в детской есть дополнительный диван но здесь еще можно вместить ну я думаю двух человек напротив у нас располагается плазменный телевизор он очень большой то есть дивана сидеть комфортно смотреть прямо передо мной располагается открытые стеллажи где я вижу книги которые инза любит читать прикольно богатый папа бедный папа видно что у нас заказчики современные люди такие начитанные теперь мы переместились в зону кухни здесь изначально мы думали в проекте поставить полуостров но потом решили что так как будет много гостей скорее всего то сделали стол а для того чтобы он еще больше людей могло прийти в гости мы его сделали раздвижным напротив зеркало с подсветкой над столом дополнительно повесили подвесы и если вечером включить только это освещение то можно такой в приятной романтической атмосфере ужинать пить чай давайте пройдем в саму кухню от застройщика здесь шла кладовка мы стену снесли и тем самым продлили кухню и увеличили зону отдыха во первых мы ее немножко скрыли от глаз потому что она оказалась в глубине во вторых здесь достаточно много пространства здесь у нас рабочее место в этой кухне располагается все необходимое для того чтобы полноценно готовить варочная панель на 4 комфорте вытяжка места хранения для кастрюль для столовых приборов также конечно не забыли про посаду моечную машинку как же без нее кран на 2 излива для обычной воды и для питьевой воду можно не заказывать сразу пить из дома очень классно и хотел бы еще обратить внимание что заказчик купили инза наверное купила чайник у него разная температура нагрева воды подходит очень классно для китайских чаев которые я люблю то есть можно заваривать любой чай и не переживать о том что будет температура которая часть испортит также стоит кофе-машина ну мне кажется все необходимое для того чтобы удобно готовить вы спросите где у нас техника эту территорию мы выделили специально по технику здесь располагается микроволновка духовка холодильник и здесь у нас шкаф выдвижной для всяких масел фасады soft touch которые не оставляют следов сама кухня покрашена паралу в цвет стены и поэтому она не выделяется и смотрится очень лаконично над шкафами с техникой мы спрятали кондиционер чтобы он был менее заметен кстати стоимость этой кухни без техники составила 350 тысяч рублей если мы говорим про освещение в гостиной то его здесь достаточно много есть разные сценарии освещения например для готовки можно включить подсветку фартука и рабочие зоны если мы хотим посидеть уютно вечером то можно включить только вот эти светильники будет очень тепло дополнительные светильники на потолке и хотелось бы еще отметить когда смотришь телевизор желательно его смотреть не в полной темноте а здесь можно включить подсветку штор и будет очень комфортно и приятно пойдемте дальше и сейчас я вам покажу по моему мнению самую интересную комнату в этой квартире как вы думаете что за это дверь это мастер спальня представляете мы ее сделали на 66 квадратных метров полноценную классно смотрите какая здесь большая открытая гардеробная когда мы проектировали мы планировали половину под одежду инзы половину под одежду кирилла но вот я смотрю что здесь всю гардеробную полностью заняла инза пойдемте в зону спальня здесь у нас располагается большая кровать размер king-size мягкое изголовье справа мы сделали специально зону мейкапа для инзы предполагаю что здесь краситься для вечернего туалета не совсем конечно комфортно будет он носить ночной крем перед сном я думаю самый раз цвет у нас выключается здесь здесь мы предполагаем что будет спать кирилл тут у нас также выключатель для светильника и выключатель который выключает и основной свет и подсветку штор разные сценарии освещения совершенно не вставая с кровати напротив у нас сделаны места под телевизор пока его не повесили но как захотят так и повесить сразу спальня у нас вышло светлое это было пожелание инзы а ванну мы сделали темную это пожелание кирилла у нас в целом дизайн получился как и я не ванна со стеклянной перегородкой и тропическим душем это очень универсальное решение можно принимать ванну можно принимать душ всем будет комфортно не надо делать отдельные зоны прямо передо мной большая раковина с каменной столешницей здесь как вы видите можно много размещать вещей все комфортно удобно ну и напротив конечно зеркало с подсветкой обязательно до потолка унитаз гигиенический душ а в шкафу спрятали водонагреватель так как вы знаете что у нас летом выключают воду то водонагреватель он прямо критически необходим основное отличие мастер спальни от обычной это то что у нас приватной зоне за одной дверью располагается сразу три территории спальное место гардеробная и ванны и поэтому можно проснуться умыться одеться и выйти в общую зону ни с кем не пересекаясь извините отвлекся игрушка классно навеяла детство мы с вами находимся в детской комнате она у нас располагается слева от мастер спальни когда мы ее делали изначально мы проектировали что это будет либо детская либо гостевая ребенок в любом случае спит еще с родителями но и эта комната превратилась у нас пока в игровую но если придут гости то диван раскладывается всегда можно остаться спать напротив у нас закрытые шкафы здесь их достаточно много поэтому когда будет полноценная детская ребенок подрастет будет очень классно также у нас здесь установлено место под телевизор а эту зону мы думали что у нас здесь сверху будет шкафчик отдельно и вывели для него специальную подсветку но пока заказчики шкафчик делать не стали здесь даже ведь есть отдельный выключатель на подсветку шкафа напротив детской и справа от мастер спальня располагается прачечная здесь мы изначально планировали поставить стиральную сушильную машинку но так как инза с кириллом не так часто бывают в уфе то решили сделать стиралку с функцией сушки благодаря этому у нас добавилось дополнительные места хранения здесь их очень много и сделали специально закрытыми чтобы постоянно не приходилось наладить порядок потому что как вы наверное успели заметить в гардеробной у инзы все красиво четкой поэтому ей нравится красота во всем пойдемте в коридор общий коридор у нас плавно переходит в прихожую зону особенность большое ростовое зеркало смотрите когда отдел верхнюю одежду можно посмотреть на себя и выйти с радостью в этот мир зоне прихожей я считаю у нас есть все что необходимо для комфортной жизни это мягкое сиденье для того чтобы снимать и девать обувь и очень много мест хранения под обувь вешалки открытого типа закрытой системы хранения ну и конечно же напротив меня располагается гостевой санузел гости интуитивно могут сюда попасть не заблудиться в нем есть все необходимое здесь вы можете посмотреть наши другие видео обзоры и